Следующая тема – создание простых фигур и изменение заливки, изменение цвета контура для этих фигур. На панели инструментов у вас есть кнопки фигур. Допустим, начнем с первой кнопочки. Если вы мышку наведете, то программа покажет подсказочку, как можно с клавиатуры активировать ту или иную кнопку. Например, для вызова прямоугольника можно нажать F6, это вверху функциональные клавиши, для эллипса F7, для многоугольника просто буква. Начнем с прямоугольника. Не старайтесь сейчас большие фигуры рисовать, нам надо просто разобраться, как их рисовать и как менять их параметры. Мышь поставили на свободное место, зажали левую клавишу мыши, не отпуская ее, рисуем прямоугольную форму. Не снимайте активность с этой фигуры, вот должна быть такая маркерная рамка. На панели цветов щелкните левой клавишей мыши по любому цвету. Это будет цвет заливки для данной фигуры. А теперь щелкните правой клавишей мыши по другому цвету. В этом случае мы перестроим цвет контура. Чтобы контур у нас был потолще, в панели свойств есть кнопка толщина обриса. Раскрываем и отсюда можем взять 3 мм. Это и будет толщина контура. Если вам нужно нарисовать правильную фигуру, то при рисовании нужно держать клавишу control. То есть зажали мышь, зажали control и не отпуская клавишу, как бы я не растягивала, у меня получается квадрат. Правильная фигура. Отпускаем мышь, отпускаем control. Но на сей раз цвет заливки дадим другим способом. На панели инструментов зажмите левой клавишей мыши любой цвет и у вас появляется такая вот палитра оттеночков. Из этой палитры уже выберите любой оттенок. Подержали, зажали, вышла палитра и любой цвет выбираем. Правой клавишей мышки давайте опять параметр цвета контура поменяем. Следующую фигуру нарисуем от центра. Допустим, нужно на угол вот этого квадратика нарисовать круг. В этом случае берем следующую кнопочку ellipse. Встаем в уголочек. Привязка работает, программа видит этот угол. Сначала мышь зажимаем, затем на клавиатуре нажмем shift. Shift даст рисование центра. То есть вот эту точку, угол в данном случае программа принимает за центральную. Если мы хотим еще и правильную фигуру, то нужно зажать control. Shift и control позволят нарисовать круг. Опускаем сначала мышь, затем уже клавиши shift и control. И допустим, мы хотим активировать другую фигуру. На панели инструментов есть первая по счету кнопка в виде черной стелки. Называется инструмент выбора. На эту кнопку можно переходить автоматически. Если вы нажмете пробел на клавиатуре, тогда активируется эта кнопка. И допустим, я хочу сейчас активировать прямоугольник. Щелкаю по прямоугольнику. А закрасить не нужно круг. В этом случае применяем такую технику. Левой клавишей мыши зажимаем цвет и не отпуская перемещаем на ту фигуру, которую хотим закрасить. И отпускаем. То есть в этой технике, неважно какая фигура активна, мы можем любую другую фигурку перекрасить. Где отпустим цвет, там у нас заливка и поменяется. Вот это вот такие три простые способы заливки. То есть еще раз щелкнули по фигуре. Левой клавишей мыши поменяли цвет заливки. Правой клавишей мыши поменяли цвет контура. Или зажали кнопочку, отпустили. Появляются оттенки. Щелчком левой клавишей мыши мы меняем цвет заливки активного объекта. А если нам нужно закрасить другую фигуру, то левой клавишей мыши зажимаем цвет и перемещаем на какую-то фигуру. Что касается рисования фигур, то для всех подходят вот эти техники. Даже если я сейчас возьму многоугольник. Если я рисую, то я рисую от угла. Если рисовать при нажатой клавише control, то получается правильная фигура. Если нажать control и shift, то вот от той точки, от которой мы стоим, мы растягиваем эту фигуру. Чтобы фигуру удалить, переключаемся на черную стрелку. На инструмент выбора можно это сделать пробелом. Если фигура не закрашена, то левой клавишей мышки щелкните по контуру фигуры. У вас фигура будет активной. И делитом можно удалить лишние фигурки. Если вам нужно несколько фигур выделить, вот здесь давайте разберемся с техниками. Какие бывают техники? Первая техника, когда вам нужно выделить все фигуры. Для этого на панели инструментов дважды щелкаем по инструменту выбора. У нас выделяются все фигуры. Как это увидеть? Если мы сейчас что-то попытаемся перемещать, у нас будут перемещаться все фигуры. Второй способ. Снимаем выделение в стороне и щелкаем. На клавиатуре нажмите Ctrl-A на латинское, где буква F русская. Выделяются также все фигуры. А если нужно выделить несколько, то можно инструментом выбора растянуть рамку вокруг тех фигур, которые должны быть выделены. То есть вот таким вот образом. И обязательно в эту рамку должны попасть все выделяемые фигуры. Если мы протянем, допустим, рамку вот так, то есть одна фигура вошла, а вторая нет, то останется выделена только та фигура, которая вошла в рамку. И еще один способ. Щелкнула по первой фигуре, на клавиатуре зажала Shift и не отпуская Shift, добавляю выделение к остальным фигурам. Сейчас действительно выделены только эти фигуры.